Мы находимся на Дабава Мудалев, Хацицин. Значит, у нас было высказание, которое сказал Амравхе Бараши Амрав, Шаурин, Хацицин, Вмахицин, Аллохали Мойшимисиной. Что эти три вещи, которые в письме на туре нам переданы, будут на туре мне по прямому не написаны. Такие три вещи, Шаурин – это всякие размеры, которые мы взбирали на прошлых уроках. Сейчас пишем на Хацицин. Что такое Хацицин? Хацицин – это вещь, которая какая-то препятствует тому, чтобы что-то окунулось в мику. Значит, что я знаю, что у нас есть вещи, которые принимают ритуальную нечистоту. Часть этих вещей можно окунуть в мику, чтобы они стали обратно ритуально чистыми. Часть – нельзя еду, например, нельзя окунуть в мику. То есть можно окунуть в мику, но она чисто от этого не станет. Еда, когда получила ритуальную нечистоту, она уже не… Как называется? Это безвозвратный процесс. Безвозвратный? Необратимый. Необратимый. Необратимый процесс. Значит, это необратимый уже процесс еда. А есть килим, который, да, можно окунуть. То же самое, глинная посуда невозможная. Есть человек и всякие. Всякца можно окунуть. Спрашивает, ну что, когда у нас окунается мику, должна эта лоха, маща Месина, как мы сейчас скажем, что не было Хацица. Хацица – это какая-то вещь, которая препятствует падению воды. Навечь, например, классический пример Хацица. А сегодняшний, когда окунаешь всякую посуду, которую купил, правда, это не для Тайра, но неважно. Там есть наклейки, а? Мейден Чайна. Там, например, да, например, Мейден Чайна. Классическая Хацица. А? Классическая наклейка, классическая Хацица, как хотите. Спрашивает, мара, Хацицин до райсени. Хацица – это вещь, которая не алоха, льмаща Месина, не в письменной торе намекнута. Это четко написано, это не, как сказать, передача в бусной торе, это написано. Черным по белому спрашивает, мара, где написано это? Варахац из басарой бомайм. Шилой едавар хуцец. Шилой едавар хуцец беноли веномайм. Написано в посудке варахац из басарой бомайм. Или здесь хуцец. Нужно именно басар бомать. Масар, то есть тело, а без всякой вещи. Если там есть не тело, на теле есть написано, наклейка написана, маятенчайя, например. Человек кунается в мику, а у него эта наклейка приклеена. Получается, что у него не басар, не эта самая в мику кунается, а эта наклейка. Шилой едавар хуцец. Поэтому это вещь, которая, так сказать, или хорус праждамараш, это вещь, которая та самая. Граждамараки, а то илхаса, лисы аро. Лисы аро. Что, оказывается, для литраша, давайте сядься раш, здесь несколько есть уже этих самых. Значит, нету дегражды. Значит, что оказывается, что есть, как-то сначала, судя по сути, нужно не только само окунаться, но еще и волосы тоже окунать. Что значит? Что написано, что басарой бумаги, басарое слово понимается, тело, тело имеется в слову басар, в смысле, это как сказать? А? Ну, как это по-русски перевести басарой? Плоть. А волосы, это вроде не очень плоть, я подумал, что не нужно, то же нужно окунать в мику. Это раба арбархана. Волосы на плоте. Не на, но это не это самое. Дома раба барахана, значит, что и значит, что тоже в них есть проблемы с хоцицей. Если волосы сделаны так, что туда вода не падает, на волосах, там, не знаю, что прилепленные, знаешь, что, с этим тоже проблема, например, дома адерома раба бар барахана, сказал раба барахана, найма ахас к шураху цецец. Есть один волосок, на котором завязан узел, то это проблема. Почему это проблема? Потому что, поскольку волосок, он завязывается туго, туда вода не падает. Поэтому даже если один волосок, не знаю, бородели в косичке, смотря кто окунается, он завязан в узел, то это уже не считается окунанием. Почему? Потому что в это место, куда завязан узел, не падает вода. Shalom aosh in vain hazyzot. Если три волосы связаны вместе в один узел, то это не проблема. Почему это не проблема? Потому что когда три волосы связаны вместе, то так получается такой узел, что он не прочный. Ага, не плотный. Поэтому туда залезает вода, и поэтому это не является хаццophobia. Это не является вещью, которую препятствует подать мне воды, и поэтому это нормально. Shtaenoni you de. А когда есть два волосы, он говорит, что я не знаю почему. Потому что он, как бы не смог это определить, такой там ицидот, в два волоса, когда завязаны вместе. Туда впадает вода или нет, поэтому я говорю, что я не знаю. Спрашивает, марас, ару намеду райсенину. Насчет волос это тоже, это вещь не Тураша Бальпэ, это не устная Тур, это тоже, как бы, это из Тары, может написано, намек, он повторяет, где это написано. Докти бы рахац эс басарой бы маем, написано рахац эд басаро. Эд это немножко слово, которое, как сказать, я понимаю, я думаю, как по-русски сказать. На русском, лишний, как бы, предлог сказать, что что-то добавляется к басару, то есть кроме плоти надо еще что-то окунуть в воду, что еще можно окунуть в воду, кроме плоти. Эс басаро эс атафэля басаро, то, что вещь, которая, как бы, является нетпаль, ну, как бы, второстепенно, по отношению к плоти, маниву, что это такое, это саро, это волосы. Значит, опять же, непонятно, за что, почему, про что сказал раф, что хацит это лохали мэш месины, говорит, мараки, асой, илхасели, это рабицхок. Что сказал хацит, это как то, что сказал рабицхок. Что сказал рабицхок, да, мы рабицхок, мы рабицхок. Давай артойро, рубой у макпида лав хуцец, вешейно макпида лав ино хуцец. Значит, патарея, что такое патарея, говорит, раз, это лохали мэш месины. Тебе вопрос, так сказать, какой размер хацит и какие способы, свойства хацит должны быть, чтобы эта вещь, которая была некошерной фигурой, значит, что, в принципе, хацит намекнута в таре, или намекнута написано четко, черным по белому. Что написано, написано, написано басарой бы маим, басара, то, что лоя давар мафсик бы ноли бы на маим. Написано, что нежно, то есть вплоть должна упутаться водой, не было, чтобы какая-то вещь, которая препятствует, которая хуцец, которая является преградой между водой и человеком. Но что размер хацит, это вусные таремы получили. Что-то вусные таремы получили. Дальше, что рубой у макпида лав, говорит, раши. Ров сарой мэтунаф ботит. О кашур ахат ахат у макпида лав хоцец. Значит, раши здесь очень интересно. Раши говорит, что идет, мы говорим сейчас про волосы, не поговорим про тело, а говорим про волосы. Что будет с телом, раши не говорит, что будет хацит с телом. Как мы уже сказали, хацит с телом, есть проблемы также и в волосах. И какая должна быть хацит с волосами, чтобы была проблема? Говорит, например, что большинство волос измязано этим самым. Тит, как в русской, грязью. Тит, это, ну, типа глина такой, это самое, должны. Замазка. А? Замазка. Замазка такой. Или кашур ахат ахат. Это, значит, должно быть большинство, а то есть большинство, я не знаю, сколько есть волос на голове. Замазка. Замазка. Что? От 80, у каландиана даже 20 тысяч бронет. Да, значит, это, так сказать, 180 тысяч, 120 тысяч. Большинство от этого сколько, либо 45, либо там. Да, это дороже. Значит, каждый волосок завязан отдельно. Не уж что большинство волосов, не все волосы. И еще что он макпидалав. Если он макпид, что-то, так можно сказать, макпид, объясняет Раш, что макпид, что ему это мешает. То есть, если ему это мешает, то это не является волос. Значит, эйн макпидалав. Говорит Раш, что если он лов макпид, говорит, гавалей кугуфеет, вещь, которая как бы частью тела. В эйн сафолит лой. То есть, например, если какая-то грязь, которую он не привык, совершенно не собирается убирать, то это называется как бы частью его тела. Батя Легабеева Энхоу Хайтс становится как бы часть этого самого, они уже не являются хоцицей. Значит, что это такое, значит, есть такая интересная вещь на волосах. Значит, во-первых, Раша здесь промолчал, что будет хоцицей на теле саму, говорит, здесь почему-то руха про хоцицу на волосы. Во-вторых, Раша написал здесь, значит, большинство измазано этой самой, как сказать, глиной и так далее, это вещь, которая еще понятна, взял там, не знаю, что, бороду окнуло и так до сюда в этой самой. В глину, она вся измазана глиной, ладно, понятно, если человек, если и есть, ему это, как сказать, все равно, то ничего страшного, если ему все-таки это не очень мешает, он хочет в конце концов помыть, то это правильно хоцицей, абсолютно. Дальше завязан волосок один-один, это вещь, которая очень непонятная, спрашивает с вас, Сэм, этот вопрос очень простой. А? Запускаем, завязывал специально, ладно, неважно, случайно завязывал, специально завязывал, неважно, все равно это никак не большинство, почему, потому что волос, он длинный. Если я завязывал один волос в узелок, то этот узелок занимает на волосе явно никак не большинство. Большинство волос, они хоцицы, а кто сказал? Не большинство волос, может, большинство волос, большинство хоцицы, как кто так сказал? Как на это смотреть, кто, как сказать, когда я грязью, я могу... Не хоцицы, а не хоцицы, а хоцицы. Ну, дальше, что хоцицы, арасмо вайтер, ну где он хоцицы, а хоцицы в одном месте? Да, хоцицы. Хоцицы в одном месте, получается, что большинство от этого волоса у него есть хоцицы, но большинство от него остается без хоцицы, потому что волосок занимает, как бы чаще всего, узелок занимает меньшую часть. Или нужно сказать, что он завязал. — На Гуфе есть какой-то, если он хочет, а он меньше занимает. — Совершенно верно. Но на Гуфе сейчас будем разбирать. На Гуфе сейчас будем разбирать, что будет на Гуфе. Пока что мы не разбираем на Гуфе. На Гуфе как раз если вы меньше, то меньше, то есть как бы то ни был, это вопрос, который интересен очень. Как мы на это дело смотрим. Выражает большинство или сказать, что большинство волос завязано именно там. Узелок-узелок. То есть нам нужно на каждом волосе, я не знаю, сколько надо сделать узелков, чтобы это было большинство волоска. Получилось, что они это самое, что там нет, что там есть хциц, это вещь, которую я думаю, что сделать еще тяжелее. Если вот всего три... И причем я завязал от начала до конца. Значит, вы говорите, чтобы Байрус про лысого с три волосами. То каким-то немножко тяжелым. Теперь... В чем все левые, как бы было, в стене, когда мы широко и на фабрировали? Пседа, пседа, пседа. Как бы то ни было, это вещь, которая немножко тяжелая. То есть здесь есть всякие, как сказать, пытаются такие, охранимы говорят, всякие такие вещи, типа того, что когда на волоске есть хацицы, то есть мы считаем, что хацицы на самом теле, какие-то вещи, которые не очень странные. Папаштус в Раше, это не очень понятно. Дальше. Раше не объяснило, что будет есть хацицы на теле. Если есть хацицы на теле, какой у нее закон? Сколько нужно, чтобы это было хацицы, чтобы было не кошерное или кошерное? Говорит, то есть... То есть привел, что есть, которые говорят, что так поняли в Раше, что это все на волосах, а на теле любая хацица является хацицей. Даже маленькой, даже которой он ломок пид. До урайса. Так говорит Тойсус. Вы пришли, Рабейну Тан? Это теория, то есть, спрашивает вопрос, по Рабейну Тану спрашивает вопрос, Значит, если была женщина, не еврейка, которая решила пройти Гюр стать еврейкой, она при этом была беременная. И шаг мы делаем, потому что женщина проходит Гюр, одна из вещей, которая заканчивается Гюр, нужно окунуться в мигву. Это мигву окунание не для того, чтобы стать чистым, а для того, чтобы пройти, перейти в еврейский народ. Она была беременная, и она окунулась в мигву. Ее сын считается, там, не дочкой, не знаю, кто-нибудь был в утробе, что они тоже окунулись, что она тоже окунулась. Для него, как бы, тоже засчитывается это окунание. А? По-моему, так. По-моему, да. Там ура спрашивает, почему нет. Потому что у Граи есть хацится. Говорит, Мура, может, потому что он мог пить? Ребенок не мог пить, чтобы у него мама была вокруг. Он как раз это Мурат очень. Почему вообще это хацится? Он дофель, но как для него это хацится? Я хочу посмотреть, что на него окунули. Возможно, там, Мура объясняет, так я не помню сейчас. Это махлокис очень большая, и бурые барьеры, и мы лавьерах эмо. Это отдельно, не отдельно. Сейчас не будем туда залезать, а вот сейчас нам нужно только отдельно, маленький кусочек оттуда. Мы сейчас не будем. Если хотите, мы можем открыть эту муру, там ее обучить, но сейчас нам это не к нашему относится. Он же там спрашивает вопрос, спрашивает, может быть, про выцкоп, потому что ребенок ломок пит. То, что у него есть мама вокруг него, ему даже это очень приятно, очень хорошо, без этого тяжело будет ему, надо будет инкубатор. Как будто ни было, говорит Мура, что когда это больше ствола, ломок пит, это еще ничего, но здесь он куле ломок пит. Куле, он, так сказать, ма, его хацится, она полностью его окружает, вообще не пудает воду. Рядом что-то мы тратим сейчас, нам это не важно. Видим, что тоже здесь у него нет, волос там у него особо нету, даже естества. Я думаю, что здесь мы не про волосы, здесь мы говорим про все тело. Поэтому Тойсис говорит другую вещь. Почему это, понимаете, понятно, что... Адив, аля, леба, 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 хилу, ма, кидая, нужна была сказать, зачем нужно врубо, куцет, вот. Шереб, асеха, смекво, и сматер, аба, сауферек, шори. Осен, кто говорит про это самое. Потому что нужно было сказать, что даже любая вещь макпита, если ты говоришь, что на теле любая вещь макпита, зачем нужно говорить про ров, про меут? Нет, что то, есть кула. То есть кула, говорит, зачем? Погора говорит, что может быть, почему это каши... Он не спрашивает, может быть, нет, Богора спрашивает, что Рэй Равицкого сказал, что почему ты говоришь, что это каширом, потому что ребенок ломок пит. Сказал Равицкак, рубо, он ломок пи, рубо, даже если он ломок пи, если он ломок пи, то это не хуцец. А если ты говоришь, что Кольшеву хотят, зачем говорить про Рубо, Кольшеву захотеть? Зачем Гора привела Равицка? Гора говорит, что Рубо обеседр, имя Ярак Роб. Там Гора привела Равицка, который нас сказал, что Рубо, что я не мог пить. Там Гора это привела. Зачем Гора это привела? Спроси Гора. Если Гора говорила только про Сарота, то вопрос как бы не к теме. Скажи более просто. Поэтому говорит Тойсис, что это не мистабер. И говорит Тойсис, что в теле та же самая вещь с хацицей, что хацицей это когда только на подавартоира, когда под тарей является хацицей, когда большинство тела чем-то измазано так, что это самое замотано ментами, не знаю, так, что твоя вода не падает. И он еще макпит это снять. Значит, два условия. Большинство площади тела плюс макпит, что он это вещь, которая макпит, что он собирается ее убрать. Тогда это батарея. А если мещество, так нет. Значит, есть несколько штот. Что будет в волосах, не очень понятно. Значит, есть несколько штот. Есть шита, что волосы считаются отдельно от тела. То есть, как бы, это два разных послуг. И поэтому читается. То есть, и в волосах большинство волос является хацицей. И в теле большинство тела является хацицей. Есть шита ровно наоборот, что в теле большинство является хацицей. В волосе Афила Кольж является хацицей. Ровно наоборот, это ровно наоборот, это ровно наоборот. В теле это большинство. Волоса, сколько это, Фэль Бусаро. Значит, есть у нас несколько штот на тему, что является хацицей до райса. В любом случае, продолжать немножко еще гмара. Значит, до райса, чтобы хациц был, у нас вопрос, вы царели в теле. Нужно, чтобы большинство покрыто было этой хацицей, вещь, которая препятствует. Еще что он макпит, то есть, ему она мешает, он собирается ее убрать. Но рабоны запретили, сказали, что хациц является дарабоном, даже если есть руба макпит, даже если большинство тела чем-то измазано, даже если он ломок пит, ему это не мешает, все равно дарабоном, мудрецы постановили, что будут хацицей. Еще одно, где рупост на рухом, аль миутой макпит, мишум рубуа макпит. Если есть на мячестве тела какая-то хацицца, то у нее тоже газру из того, что похоже на рубуа макпит. Мишум и миута макпит, и нами мишум рубуа макпит. Давайте, да, скажем, что так же есть хацицца, которая мьют, она в мячестве тела, и даже он ломок пит, даже она ему не мешает. Потому что это похоже на большинство, которое ломок пит, что он не макпит, или на большинство, которое не макпит. Мишум и миута макпит. Мишум, которое ломок пит, это уже которая мута лохаткила, вообще не является хациццой. Еще раз начинается, повторим эту вещь. Значит, Морав Ебомов, который Тойс привел, сказал такую вещь, что если у человека есть хацидца, которая покрывает все тело, даже если он ломокпид, даже если он ему это не мешает, то это является хацидца-патаре. Дальше есть еще одна хацидца-патаре, которая является большинством тела, и он еще макпид. Два условия. Макпид, значит, ему эта вещь мешает, он собирается ее брать. Есть еще две вещи, которые являются хацидцей-дарабанан, которая представляется хацидцей-последовательным адресом. Это большинство, и он ломокпид, ему это не важно. Или меньшинство, он да, макпид, ему это важно. Когда эта вещь не является хацидцей, когда это меньшинство, и он не макпид. Есть такой интересный вопрос, который занимается Ахиэцер, и потом еще несколько охраним. Классический вопрос. Рабонам постановили, что большинство ломокпид, это хацидца. Правильно или неправильно? Поскольку они так постановили, то лихору он становится макпид. Теперь ему нужно снять эту хацидцу, потому что Рабонам постановили ее снять. Теперь он, так до него, он все равно был ему. Поскольку мудрецы постановили, что это хацидца, то Рабон здесь сделали очень хитрую вещь, что она была до Рабона, она стала до Райса. Поскольку из-за Рабона он макпид, то эта вещь, которая стала... Как бы Рабона сделали из-за Рабона Дурайса, то есть вопрос такой, что в Шаханурах и всюду написано, что это только Дарабона. У нас есть спор, у нас, когда софект Дарабона Декули и так далее, почему Дарабон стал Дурайсом, после того, как Рабона постановили. Он стал лакпид, поскольку ему нужно убрать эту вещь. Теперь ему эта вещь мешает, ему стал лакпид. Еще один вопрос, который спрашивает Рамбом, почему-то не привел лоху, что если целиком то, что... То есть, если привел на секунды и бомес, что если есть хацидца, который покупает все тело, даже если он лакпид, то это будет хацидца Дурайса. Просто почему это не привел? Вот это написано. И красивый математический ответ. На уголху шьет один и тот же. Что получается? Рабоны сказали, что большинство, которые лакпид, это стало... Это будет хацидца. Сколько это хацидца? Человек макпид. На что он макпид, чтобы стало меньшинство? Потому что когда это меньшинство, и он макпид, он уже лакпид. Получается, что он макпид, на что? На меньшинство, поэтому это осталось дорабонным. Я понимаю, что у вас... Почему он сейчас дает лакпид? А? Но меньшинство лакпид, это вообще нет. Это даже дорабон... Три четверти теперь. Что у него проблема? У него есть проблема, потому что это большинство. Нужно снять это. Сколько ему достаточно снять? Чуть больше четверти? Тогда у него останется меньше половины. Потом на большей половине уже не будет ЛОКПИД ... Только когда это больше половины, когда это меньше половины, Им Робон не сказал им, что quedан снимается, а Medicinelen Borodic ei пос meglio kitchen. После этого он уже перестает ЛОКПИД, потому что здесь не надо ЛОКПИД, спокойно идти в мигу. Получается он пить на минуту, макпит только на меньшую часть свою. Ну что, а когда у него целиком он покрыт, то на что он макпит? Он должен снять себя больше половины, чтобы стал меньше половины. Получается, не нужно это писать отдельно. То есть, если хоть чуть-чуть не все, то уже? А? Если чуть-чуть не все, то да, но если целиком, то еще получалось, способы, мудрецы постановили, нет ничего, уже не надо писать отдельно, что человек, который целиком покрыт какой-то этой самой, у него это, как называется, у него это ха-цица, доу-райса. Почему доу-райса? Потому что даже если она была только доу-рабона, сколько у нас доу-рабона большинство ламакпит, так у нас стал доу-райса, здесь это большинство, чтобы здесь, нужно снять себя больше половины, чтобы стало меньшинство, когда он целиком покрыт, что непонятно. Ду-райса либо большинство макпит, либо целиком даже ломакпит. Ну, правильно, ду-райса по двум причинам. Либо потому что рабона постановили, либо потому что написано в Торик. Да. Ду-райса это алхаммарш месин, если написано в Торик. Ну, неважно. Так почему не надо, если это действительно алхаммарш месин, почему не надо вспоминать? Потому что рабон уже постановили, так это уже стало в первую вещь. Может, с ним было раньше, нахладом? А, ну, неважно, да, но уже после ее нет, после нет навкамина, после этого нет навкамина, потому что уже, поскольку уже целиком, поэтому надо было писать раб, он писал уже аллахот, он уже не писал, а то сам. Так, давай здесь сегодня остановимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова